Да, красота! Бескрайние просторы! Ледовый панцирь Жигулевского моря, а в небе сотни разноцветных куполов воздушных змеев. Раз в год сюда приезжают люди, увлеченные сноукайтом, для того, чтобы принять участие в одних из самых крупнейших соревнованиях в России – Жигулевское море. И об этом наш репортаж в программе «Мир увлечений». Сноукайт стал одним из популярных видов зимнего увлечения. Впервые купола поднялись здесь лет 15 назад, а еще через пять Тольяттинская школа по сноукайту решила провести небольшие соревнования. Первый опыт оказался не комом. Затем вторые и третьи состязания. Сначала был статус областных, затем региональных и с недавних пор гонка «Жигулевское море» имеет ранг российского и международного уровня. Формат у нас один и тот же. Мы проводим марафонские гонки по всему Жигулевскому морю. Как раз для этого люди приезжают со всей России, чтобы проехать вот эту дистанцию, которую лидеры проходят за полтора часа. Это вот интенсивные гонки. Не везде есть такие условия, поэтому в Тольятти собирается такая компания. Сегодня мы проводим специально для зрителей короткие дистанции, короткие гонки, чтобы было интересно следить за борьбой. Ледовый панцирь Жигулевского моря. Его просторы и красота привлекают спортсменов из многих городов России. Правда, условия и поверхность, по которой гоняют кайтеры, год от года редко похожи на предыдущий сезон. Прошлую зиму было множество торосов, позапрошлую слишком много снега, в этом году ледяной наст. Всегда со снегом тут хорошо было. Единственное, что очень сильный ветер, который был накануне соревнований, сделал жесткую трассу. Сейчас не очень просто идти спортсменам. Приходится попотеть. На 10-й и блинной гонке приехало около 100 участников. Кто-то, прослышав про уникальную жигулевскую акваторию, прибыл сюда впервые. Большинство же кайтеров выходят на Жигулевское море в 5-й, а ветераны все 10 раз. Я из Оренбурга. Из Оренбурга, да? То есть вы приезжаете специально сюда, чтобы... Да, потому что здесь такой прямо именно марафон. Очень хорошая акватория, но как бы аналогов пока я нигде не участвовала на логичных марафонах. Двукратный победитель марафона Жигулевского моря. Был вообще здесь у вас уже, не знаю, 6 раз, что ли, или 7 даже. То есть мне нравится Жигулевское море. Формат интересный. Позволяет как бы спортсмену себя показать в разных ракурсах. В разных как бы и физически, и тактически, как бы и кайты проверить. То есть такая площадка, арена такая интересная во всех отношениях. Поэтому сюда каждый год приезжаю. Каждый год все больше становится людей, которые увлекаются кайтом. Кто-то одевает лыжи, кто-то встает на сноуборд. Причем кататься можно и зимой, и летом. А летом, правда, нужна водная доска. Зимой пойдет и сноуборд. А вот уже опытные участники по курс гонкам приобретают специальные доски. А почему именно вот сноуборд? Я смотрю, у вас специальная доска заточенная под кайты. Ну, потому что это гоночная доска. Она специально для гонок. Поэтому, вот, чтобы нормально выступать на соревнованиях, нужно такие лучшие борды гоночные. Поэтому все переходят на такие доски. Это специально разработанные доски, сноуборды для гонок. То есть обычно просто кататься на них невозможно с горы. Это именно для гонок. А вот обыкновенный сноуборд? Многие на обыкновенных сноубордах катаются. Но потом, в дальнейшем, чтобы показать хорошие результаты, нужно именно такой гоночный сноуборд. Воздушный змей, доска, несколько занятий с инструктором и вперед по заснеженным просторам. Наблюдать за спортсменами одно удовольствие. Можно долго смотреть, как мчится кайтер, оставляя за собой клубы снежной пыли. Конечно, не у всех сразу получается управлять кайтом. Необходимы навыки езды на сноуборде или горных лыжах и наработать координацию движений. Подтянуть вовремя план к управлению то вправо, то влево, поднять купол и не дать ему опуститься при нехватке ветра. И наоборот, справиться с ним при сильном ветре. А что вам это дает? Скажите, зачем это нужно вдруг неожиданно накаять летать? Ну, наверное, нехватка адреналина. Люблю очень скорость. Боюсь высоты, но люблю скорость. Поэтому участвую в курс рейсов постоянно. А вот так не уносила вас? Тонула. Два раза. Да, спасала МЧС и в моря уносила. Ну, ничего страшного, пока живая. Ничего, это, как сказать, спор для людей, которым действительно не хватает каких-то острых ощущений. Это поддерживает, стимулирует. А что сложнее, поднять купол или опустить его в хороший ветер? В сильный ветер, в сильный ветер опустить. Бывает, веса не хватает. Да, а поднять, в принципе, спокойно можно. Здесь каких-то проблем таких особых не возникает. Все, ребят, ехать. Курс рейс считается сложной гонкой. Необходимо пройти дистанцию 6,5, 7,5 и максимальная дистанция в 14,5 километров. Кто какую для себя выбирает. Сложность в том, что скорости при ветре в 6-8 метров в секунду могут развиваться до 50-70 километров в час. Это зависит от площади купола. А это значит, спортсмен получает весьма солидную нагрузку на ноги и, в частности, колени. Без тренировки промчаться такие расстояния сложно. Особенно, если то и дело приходится перескакивать через полутораметровые снежные переметы или еще круче ледяные торосы. Опытные спортсмены советуют новичкам понаблюдать за трассой или попробовать ее вне соревнований. Люди сначала стоят просто так покататься, а потом уже начинают принимать участие в соревнованиях. Вообще, да, конечно. Сразу участие в соревнованиях без какого-то опыта, нормального управления кайтом не получится. Для меня это все новое. Я только сейчас заново учусь прохождение этих дистанций. Что для вас сейчас уже участие в соревнованиях? Это просто участие или желание победить? Желание победить всегда есть. Но сейчас самое главное прийти не последним, как говорится. Не упасть лицом в грязь, в снег. Финальный и заключительный день в марафоне «Жигулевское море» дал участникам показать зрителям, как проходит гонка. Заезды были короткими, скоростными и жаркими по накалу. Было видно, кто как борется с ветром и за скорость, а значит, за победу. Ветер для всех одинаковый, но в том и интерес соревнований, что побеждает технически грамотный участник. Технически, вот как можно победить в этой гонке? Вы знаете, все играет роль. Поэтому что-то сейчас сказать, что что-то большее, что-то меньшее играет все роль. Каждая маленькая деталька влияет на результат на самом деле. Постановка ног, там угол. Если я сейчас начну рассказывать, это до вечера можно. Ну вот так, кратко, чтобы мы тоже объяснили. Так все, тактика, техника, парусная подготовка, физподготовка, что еще там. Ну, человек, который подготовленный, он выигрывает. Ну что же, эти соревнования были настоящий фестиваль воздушных змеев. Ведь кроме спортивной соревновательной части по спортивным кайтам в небо еще взмыли и сказочные мультяшные персонажи. Мишка, осьминожка, пингвин и другие животные. Подойти, потрогать и даже попытаться запустить и поуправлять змеем в небе могли все желающие. Такое времяпрепровождение, оно настолько позитивно. Третий год подряд мы присутствуем на этом мероприятии. В Жигулевске специально приезжаем. Нам интересно это. А вот скажите, воздушные змеи, это что, как бы связь с детством? С детством? Именно, да, с детством. Я и хотела сказать, у меня опередили. Но это волшебно. Это так, ну, неземное такое ощущение легкости, возвышенности, волшебства. Четыре дня марафона. Каждый новый день не похож на предыдущий. Все, кто приехал сюда за победой, получили свои награды. А кто участвовал ради участия, получили свою порцию адреналина и удовольствия от борьбы с силой ветра. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА